Подсознание Что контролирует наш разум То вот подсознание Это то, что находится глубже И мы это тоже немножко осознаем Но не до конца И наш разум это полностью не контролирует А вот другой вопрос А что же это за мысль такая От кого она приходит И прежде чем разобраться Что же такое подсознание Я бы предложил открыть Первое послание апостола-евангелиста Иоанна Богослова Соборное его послание Четвертую главу И прочитать самое начало С первого по третий стих Возлюбленные Не всякому духу верьте Но испытывайте духов От Бога ли они Потому что много лжепророков Появилось в мире Духа Божия и Духа заблуждения Узнавайте так Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти Есть от Бога А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти Не есть от Бога Но это дух Антихриста О котором вы слышали, что он придет И теперь есть уже в мире Тут вроде, конечно, про лжепророков Про Антихриста А вопрос про подсознание Какая же связь? А на самом деле Вот однозначно ответить Чей вот этот голос Кто это там на мысли Которую мы до конца не понимаем Откуда она взялась Пусть и потом она Ведь как мы узнаем о подсознании То, что откуда-то Не через наши чувства Потому что если наши чувства Мы что-то увидели Прочли, услышали Понюхали Да, проосизали И это дало пищу для того Чтобы наш разум работал Осмыслял это А подсознание То есть в наше сознание Что-то вошло Не из них, а изнутри Изнутренней такой дверцы Из этого слухового окошечка Нашей души Что-то вот вошло в наш разум И как и апостол-евангелист Иоанн Богослов В своем соборном послании Говорит, что могут войти Конечно Вот эти духовные Некоторые помышления С разных сторон Потому что если в нашей душе Не только извне Но и в нашей душе Есть область Которая повреждена грехом А все мы люди грешные Поэтому у любого человека Она есть Либо меньше, либо больше То, конечно Это подсознательное явление Может быть от действия дьявольского Если наоборот Мы стремимся ко Христу Соединяемся с Ним В Таинствах Церкви То Господь торжествует И Господь в нашей душе Свое торжество В том числе и нас Подсказкой своей Берет и уберегает От необдуманных поступков Вот помните даже Такой образ И в литературе И в искусстве Что там ангел И хранитель И лукавый Там бес супостат Берут и подсказывает Один в одно ухо В другой в другое ухо Что же человек выберет Понятное дело Это символический образ И никто там На плечах у нас не сидит И не нужно этого бояться Потому что это существа духовные И им нечем В силу отсутствия тела Сидеть на плечах человеческих Тем не менее Смысл тот же самый Подсознание Конечно Наш мозг берет И запускается И работает Но вот кто дал толчок Этому подсознанию Вот это уже большой вопрос Потому что может дать И сила дьявольская Может быть наша падшая Человечка перворода Даже без вмешательства Силы лукавого И это подталкивает нас К греху Как человек в принципе берет И он не собирается думать Ничего греховного Тем более делать А раз И приходит Как святые отцы говорили Сатанинский прилог Предложение То есть ты об этом не думал А тебе стена подкидывает Да и давай Давай даже не сделай это Давай хотя бы подумай О чем-то грешном Да Вот эти греховные удовольствия Через мысль получи Или даже какие-то Совсем ужасные вещи Подсказывает В том числе Там ну человеку Может подсказать Ну давай там Выпрыгни в окно Смотри как высоко Красиво Как красиво будешь падать И думаешь Да нет Это ж Мне даже С чувством самосохранения Не должна такая мысль Подходить А она подходит Потому что Лукаво действует И наоборот Ты берешь И вроде уверен В своей правоте А тебе там Какой-то внутренний голос Говорит аккуратней Да горит твой светофор Ты можешь переходить дорогу Но остановись Задерживайся Раз какой-то лихач Выскакивает Из соседней машины Там избивает кого-то Может даже на этом переходе А ты вышел Или это не самое страшное А самое страшное Что нет Вроде и нету Никаких физических угроз А тем не менее Берет И тебя Господь Предостерегает То есть ты уверен Тоже в своей правоте Или сомневаешься Наоборот Делаешь 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 Что-то А потом тебе Шепнул кто-то в душе И ты остановился И перестал делать Или остановился И не стал даже начинать И таким образом Уберегся от греха Таким образом Наше подсознание Вот эта область Нашей души Надо понимать Что сознание Мозг Это работа нашего тела Это часть нашей Телесной природы А душа Это часть нашей Духовной природы Таким образом Подсознание Как мы уже определили Это действие Духовного мира На нашу Нервную систему Особенно на ее Центральный узел На мозг Поэтому действие Этого духовного мира Может быть двояким И с каким мы Духовным миром Предпочитаем Контактировать С тем Действительно Наш разум Наш мозг И будет работать Да, возможно Мы христиане И все-таки Стараемся уже Разумом грех Отвергнуть Сатана нас искушает Но мы его Отвергаем Однако Недаром Вот аскетические Труды Они Почему там Человек Постится Почему человек Берет и там Молитвы Усилия Какие-то Предлагает Потому что Да, если ты Собрался в рай Попасть И понимаешь Что для этого Надо заповеди Божьи соблюдать А грехи наоборот Надо отвергать То Конечно По идее Ты не должен Ни на один грех Согласиться И ты понимаешь Так не нужно Не нужно грешить Нужно в царствие Небесное попадать Но тем не менее Если душа Она повреждена Грехом То разум Понимая Что он делает Себе вред И человек Он понимает И даже думает Твой надо будет В этом катиться Все равно К греху Поворачивается Если же ты Помогаешь Своей душе Ты по сути Помогаешь Своему некоторому Подсознанию Ты его тренируешь Ты показываешь Что вот Душа И ее светлая сторона Тебе прежде всего Подсказывает И тогда В тот момент Когда даже Твой разум Или вот спит Потому что Какие-то Бывают скверности А бывают сны Такие радостные А лучше всего Как мы молимся Сон без сновидений Что мы себя Целиком полностью Контролируем Выспались хорошо И потом В течение дня Уже размышляем О чем хотим Поэтому дорогие Братья и сестры Рассуждаем Какой дух Стучится в наше сознание Из подсознания Не стараемся Наоборот Потому что Как есть Некоторых Религиозных традиций В том числе Сектантского толка Которые сейчас В принципе Распространены Или даже Они псевдорелигиозные Они могут говорить Вот там Подсознательный Настрой на успех Подсознательный Настрой на богатство И так далее Нет Святое место Пустое не бывает Если из души Ангел-хранитель Нам не подсказывает Как идти добру То обязательно Придет лукавый И будет подсказывать Как идти к злу Но даже во втором случае Не сдаемся Просто надо понять В данном случае Подсознание нам Не помощник Отвергая мысль А в данном случае Подсознание нам Наоборот Помогает приблизиться К добродетели Тогда беремся Продумываем ее И реализуем Продолжение следует... Продолжение следует...